Для режиссера Анны Фикита наступает волнительный момент. Работа над постановкой шла в обстановке строгой секретности. Сотрудникам театра, не принимавшим непосредственного участия в спектакле, присутствовать на репетициях было строго запрещено. И вот сейчас на прогоне на тайной поднимается занавес. Действие происходит в Карлаге, Карагандинском лагере для политзаключенных. Здесь отбывает срок Анны Тимирёва, возлюбленная Александра Колчака, которая пожелала разделить его судьбу до конца. Добровольно пошла за ним под арест и 30 лет провела в лагерях. К моменту событий, о которых идет речь в спектакле, адмирала нет в живых. Он расстрелян. Анна Тимирёва, заключенная в соседней камере, слышала, как любимого уводили на казнь. Роман Колчака с Тимирёвой пришелся на смутное время. А Александр Васильевич был военный человек, моряк, для которого долг перед отечеством превыше чувств. Вместе им довелось провести не больше месяца. Переписка же длилась пять лет. Эти письма и легли в основу сюжета. На пресс-конференции режиссер Анна Фикета расскажет, вот так она и понимает любовь, как способность принять боль другого человека, как свою, и идти за ним до конца. И это попытались передать все занятые в спектакле, используя доступные выразительные средства. Сам спектакль очень необычен тем, что здесь соединяются разные жанры. Это музыкально-пластический спектакль. То есть на первом месте здесь стоит именно пластика, но не балет. Вокал, хореография, музыка, свет, текст, актерское мастерство здесь в таком едином синтетическом виде. И для нашего театра это, конечно, эксперимент. У нас в репертуаре спектаклей в таком жанре еще не было. Любовный союз главных героев – это еще и союз двух жанров. В роли Анны – певица Аперетта, в роли Колчака – солист балета. Юрий Щерботкин биографией своего персонажа интересовался еще в школе. Но одно дело – знать, сопереживать и совсем другое – выразить. Да еще в достаточно инновационной манере. Сложно в том плане, что я же все-таки артист балета. И балет, наверное, уже въелся в кровь. А Анна Иосифовна все время просит – не надо балета, не надо более жизненно, более как в жизни. Вот это, наверное, самый сложный момент в работе здесь. А вообще с удовольствием работаю над этой ролью. Не все, наверное, получается, но надеюсь, что, скажем разом, все будет лучше и лучше. Спектакль вне политики – это история любви, остальное – фон, декорации. Но и фон тоже нужно понимать. Для актеров провели специальную экскурсию. Одним из пунктов, которое было посещение камер, в которой верховный главнокомандующий провел последние дни. Ты же думаешь, как там, ты же представляешь, что там происходит. Так оно и есть там, в тюрьме. Страшно. Спектакль очень трепетный. Ну, что сказать, местами даже страшный, можно сказать так. Без комка в горле, я думаю, его не посмотрит ни один человек. Премьера спектакля «Анна и Адмирал. История любви» состоится в субботу, 19 декабря, в Иркутском музыкальном театре. Галина Тернева, Александр Барановский. Новости сейчас.